Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй меня грешного. У нас есть четыре больших ресурса. Это мой мир, страница, вот я где в шапке. Второй, это 1600 тем наш форум, форум, вот он, православный форум. Третий, очень большой ресурс, видеоканал, 6900 примерно роликов здесь стоит. И третье, самое серьезное, это во свете Библии православный юбилейский сайт. И здесь самое-самое, это цены 4124 ответа. Ну вот сейчас мы шестую, и они разбиты на 55 папок тем. Сейчас идет вера. И вот вера идет, вот сколько взято. Вот теперь видно, как, на какой останавливаемся. Вот это, значит, оно не отметило где-то, вот. Не поймешь даже, почему она так это сделала. До этого было отмечено, а то что-то сгладило, надо искать. Ну и сейчас начинаем. На полчаса вера. Это я подготовил, их легко теперь брать, эти вопросы. Итак, вопрос 2201. Девятый том открытым оком. Зачем человеку ангел-хранитель, если его Господь хранит? Я не знаю, почему этот вопрос везде дважды дублирует системы. Ответ. Ответ. Господь многое делает через своих слух, ибо таково его установление. Евреям 1.7. Об ангела сказано, ты творишь ангелами своими духом и служителями своими пламенеющий огонь. Матфея 18.10. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Иов 33.23. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Псалом 90.11. Ибо ангелом своим заповедует о тебе, охраняя тебя на всех путях твоих. Еще ангелом заповедует. Заповедь ангелом дана. Дальше. Господь хранит через посланного ангела слово, зачем мне ставится к уже установленному плодыкой. В Римлянам 9.20. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Стих. Смотрите, как стихотворение пишется. На каждой строчке указано место святой Библии, откуда взята эта мысль. Господи, за что так хорошо? Уютно по горельцам на планете. Хотя ты и стираешь в порошок, но славят тебя взрослые и дети. Нам нелегко в растрепанные крылья, в изорванные бурей паруса, такие ветры даже очень сильных смущает невезение полоса. Потери, искушения, тревоги, покоя ни на час, ни полминуты. О, Господи, приди к нам на подмогу, сними с нас плат и развяжи нам руки. Откуда-то сползает на вождение, подмигивает хитрое лукавство. Чему служил вдруг уплывает тенью, надежда в очереди копустевшей кассе. Надменность проскользнула на ухмылке, уныние потащивает разум. В ячейку крупную плывет нахально килька, лень угрожает старческим маразмам. Создатель, не спошли мне доброты, пока не поздно, протяни мне руку. Бог вдов, покинутых, малютки, сироты, твой ветер гонит дни мои по кругу. Доверится тебе, мой Иегова, угрозами и ласками зовущий. Я в духе зрю тебя не на иконе и более в беде, чем в райских кущах. Мне хорошо, с тобой и путь прошел, все милости не поместить на пленке. Из детской веры малый корешок стал разрастаться, умножать силенки. Да будет дерево с плодами при ручье, живущих рядом кормят в интернете. Благодарю за крыс и за клещей, за избавление от них, грозящих смертью. Первое, оно шестое, оно четвертого, имена Телапкина. Названные, поэтому еще не надо пробовать. Только засчитывать и все. Вопрос 2294, 9-й том, открытым оком. Борьба за лидерство во всей природе, а среди верующих это практикуется? Вопросы, которые мне задавали в университетах везде, люди про прямо желают знать. Ответ. Быть впереди, вести за собой. Это не крик с колокольни, тут нужен накал, великое трудолюбие, чтобы быть примером. Апостола Павла едва возвращ... Не Павла, ну ты все добавляешь. Тут в родителям понижения нету, а в именителям... Апостол Павел едва возвращался из одного миссионерского путешествия, как уже собирал новую команду для очередного дальнего турне с Библией в руках. И сколько бы мы ни старались, но опередить его вряд ли сумеем. Он лидер по проповеди. Но стремиться к подражанию ему нужно. Это дается осознание, что я еще не достиг, что отдых нам не положен. 1 Коринфянам 1.1 11.1 Будьте подражателями мне, как я Христу. Филиппийцам 3.17 Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Филиппийцам 3.12 Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. За два с половиной года у нас вышло 16 книг из печати. Получается, что без единого выходного мне пришлось в среднем ровно по 14 часов в день сидеть перед экраном монитора. Два с половиной года и 18 дней. И Бог помиловал меня. Читаю самое мелкое, еще без очков. Сделай поправку на возраст, и молодым уже не нужно будет стонать о трудностях. Кавычки открыты. Лапкин отдал компьютеру 13 тысяч часов. Своеобразный рекорд установил известный Алтай в России и за рубежом нашей страны христианский проповедник Игнатий Лапкин. Он провел за компьютером 13 тысяч часов. Впервые 64-летний Лапкин сел за компьютер 21 октября 2001 года. Тогда ему показали, как включать машину. И началось. И началось. И началось. За время практически безотрывной работы Игнатий Тихонович написал 10 с половиной тысяч страниц текста. Это многотомное религиозное исследование открытым оком. 9 мая 2004 года Лапкин закончил работу и теперь намерен садиться за компьютер лишь в редких случаях. Стихи написать, да на письма ответить. А письм по всему выходит будет много. На сайте Лапкина побывало уже более пяти тысяч посетителей. А сейчас больше шести миллионов уже. Это написала газета? Алтайская правда, номер 155, за 5 июня 2004 года, страница 2. Сергей Тепляков. Там 14 книг говорили, а их выйдет у меня не 14, а 43. То есть намного больше. Дальше. Все наилучшее от времени до места, где проживаю я среди друзей. Себе, как жениху, Бог душу невестил. В храм слово ввел, не просто в храм-музей. Столпой бы лип церковному прилавку, подкрадываясь истово к спасению. На чудотворство иконы делал ставку. На чем бы поле и каким растениям хватило бы и ревности от савла, и хватки диатрефа властолюбия. Быть может, стал попом с достатком сала, подлизываясь, выбился бы в люди. Нет, не сужу, а просто рассуждаю. Хвалою досаждаю Егове. О, ужас! Библия была бы мне чужая, а счастье обретал в заржавленной подкове. Что знаю проповеди, книги и стихи. Мои восторги, слезы, сокрушения. Все не по слову Божию. Все в старые мехи. Все выстрелы от сердца. По другим мишеням. По другим мишеням, вот и ударение. То есть, по другим? Нет, невозможно. То кошмарный сон, крушение, катастрофы целой жизни. Мог получиться коммунист, масон, с религиозным соусом харизмы. Бог совершил свое избрание. Чудо! Святоотеческое дал мне толкование. У ястреба в когтях была печуга. Как я спасен, не выразить словами. Сверхуникальное на мой счастливый жребий. Бог Саваоф в Иисусе подарил. Святая Библия не типикон и требник. Без крылой тварью стал бы я без пары крыл. Имея право подвести итог, Мое далекое приблизилось вплотную. Истер апостолом я не один порог. С молитвой благодарности засну я. 27-е, но 6-е, но 4-е. Интересно? Интересно. Вот, интересно. Это биография. Я на это писал. Это никакие не стихи. Проповь не стихах. Проповь не стихах. Вопрос 603. Второй том открытым оком. В первые времена христианства люди обращались к Богу через чудо. А вы говорите, что должны обращаться через Евангелие. И сейчас люди верят чуду больше, чем Евангелию. Почему? С чем это связано? Ответ. Первое. Коринфянам 1, 22, 23. Ответ. Ни одного слова нет. Писание пошел цитировать. Вот ответ. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Иоанна 20, 29. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блажен и не видевшие, и уверовавшие. Я отвечаю на вопрос о чудесах. За ними гоняться надо, нет? Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Иудеи постоянно требовали от Христа чудес, знамений, и он их осуждал за это. Лука 11, 29. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить. Род си и лукав, он ищет знамения, и знамение отдастся ему. Не дастся ему. А, не дастся ему. Это совершенно противоположный смысл. Знамение не даст, и знаете, как будто не кто-то закрывает тебя. Я сколько раз говорил смотреть. Прям раз и все. И ты не хочешь этого. Кроме знамения Ионы Пророка. Ну да. Недостаток веры и безверия заставляет искать чудо, чтобы поразить свое воображение. Но чудо может сделать и лукавый дух, и увести за собой. Чудо вообще не нужно, но Господь делал снисхождение к немощному состоянию людей, находящихся в младенческом духовном возрасте. Вопрос 607-й, 2-й том, открытым оком. Скажите, есть ли где в православных догматах вопрос о первородном грехе? С какой стати человек обязан на себе нести Адама в грех? Да. Если он, грех, якобы передается по наследству, то он должен был бы передаться и Христу. Считаю, что это все придумали люди. Первородного греха нет. Это точка зрения, кстати, и Антония Храповицкого, митрополита. Ответ. Православные догматы все основываются на Библии. А если Священное Писание их не подтверждает, никто не заставит меня их исповедовать. Если Библия для вас не является авторитетом, то мои доказательства для вас ничего не дадут. Вот что Дух Святой говорит о первородном грехе, делая выписки без единого комментария. А вы читайте это не как буковки по бумаге, но слушайте ушами и сердцем трубный глаз неба. Человек, не верящий Библии, не просто не верит, но он, стоя перед Богом, глядя ему в глаза, бросает страшные тяжелые слова прямо в лицо Богу. Ты врешь, это неправда, я знаю истину, а твои слова лживы. Вот что означает неверие. Это не просто твое мнение, а это твое реальное представление о Боге, который будто бы подобен дьяволу. Ибо дьявол есть лжец и отец и лжи. Иоанна 8, 44. 1 Иоанна 5, 10. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Но Христос есть сущая правда. Иоанна 14, 6. Иисус сказал ему, Я и с ним путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Тот, в ком Дух Божий, как в пророках, Он не только сам слушает Слова Божие, но торжественно, как глашатой истины, призывает к благоговению неба и землю перед Словом Саваофа. Исайя 1, 2. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Итак, о первородном грехе, бытие 5, 3. Адам жил 130 лет и родил сына подобного по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Псалом 57. Вот, я в беззаконе и зачат, и во грехе родила Меня Мать Моя. Иов 14, 4. Кто родится чистым от нечистого? Не один. 1 Коринфянам 7, 14. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если и эти глаголы Божии вас не убедили, значит вы уже приговорены остаться в заблуждении. Относительно Антония Храповицкого и его, как считают, в заблуждении судить не берусь. А если он подал вам соблазн отрицания первородного греха, то он за это ответит по всей строгости. О ком-то гадать, когда указ президента или кого-то мы засчитываем. Я считаю президентский указ ниже, чем божественный. Поэтому я берусь за высшее. Вопрос 2228, 9-й том открытым оком. Должно ли доказывать правоту нашей веры, несогласным с нами, или пусть уж каждый верит, как ему нравится? Ответ. Сказать раза два нужно, а потом можешь искренне, любящей молитвой, и спрашивать милости для заблудших. Титу 3.10.11 Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся. Зная, что таковый развратился, и грешит, будучи самоосужден. 2 Тимофея, 2.25-26 С крутостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Дело миссионерства решительно противопоказано, не искренне верующим или живущим не согласно заповедей Божьих, не смиряющимися перед указаниями Бога и Еговы. Такой пусть свои раны зализывает, прежде чем других учить. Предлагать можно и на верцу то, что многократно лучше того, что есть у твоего соперника. Надеяться на скорый успех, что ты еретику какой-то предмет чудо покажешь, или удачно размешишь его, это в деле благовестия не подходит. Нужно тщательно проанализировать, какой стих главный, на котором споткнулся сектант, как ему указать его заблуждение. Бояться того, что еретики через свои эстрадные концерты многих завлекут не нужно. Это все шелуха, мусор на реке, и как пену сдует, и уйдет оно. Искренне имеющий страх Божий обязательно будет искать высшего и искать в историческом наследии на основании Библии. Стих. К нам в город лжепророки-адвентисты забросили коварных обольстителей. Спорт зрелищный дворец кипит из лица. Стал на полмесяца еретикам-обителью. Как обходительны и вежливы они, заморских праотцев любезные сектанты. Бездушные готовят души для войны. Похлеще, покрупнее, чем антанта. Археология. Цари из Вавилона. Мозги штампуют древними печатями. Ни крестного знамения, ни поклонов, осеменяет демонским зачатием. На это сборище и шабаш злых недугов истрачено несчитанной валюты. Чудовище свистит, и начались потуги. Пометки в метриках за подписью «Малюты». Мы молимся, чтоб Вечный Иегова разрушил наваждение. Спас бы Барнаул. Змей древний, сатана Христом закован, но на афишах хитрых восстал Вильзевул. Просчитай снова. Мы молимся, чтоб Вечный Иегова разрушил наваждение. Спас бы Барнаул. Змей древний, сатана Христом закован, но на афишах хитрых восстал Вильзевул. Один священник, чтец и две сестры от нашей общины пришли на это действие. Крушение корабля, ехидны и костры, и Павел и Ерей замешивают тесто. Читают вместе, да воскреснет Бог, да расточатся прочь антихристовые слуги. Как взволновалось море, и показался рог, блокирует слова, хватается за руки. Куда исчезла их интеллигентность? Сюсюканье побритых мудрецов. Взрывается отбритые моменты. Навуходоносор искривил лицо. Иисус Христос, святая Преснодева, и ангелы-хранители, на помощь, благословить бойцов от церкви, Божье дело, да сгинет сгусток тьмы. Настала полночь. Это были адвентисты, тут откупали они на 13 дней, и каждый день они платили 100 тысяч. Сегодня даже больше намного будет. Вопрос 2301, 10-й том, открытый боком. Филиппийцам 2.13 Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Получается так, что от человека мало что зависит, следовательно, и спрашивать нечего. Как это понимать? Ответ. Надо помнить, что Павел пишет к верующим, и им дает настрой на то, что то добро, какое мы делаем, это вовсе не наша прихоть, а Бог дает нам это побуждение к добру. Конечно, мысль апостола устремлена не к худому, а только к божественному, что от Бога и к нему же возвращается. Грех отвращает Создателя человека, и в нем не появляется склонность к добру. Еремея 14.10 От человека зависит услышать голос Божий, поверить и согласиться на исполнение слышанного. А это немало. Не сам по себе человек движется и дышит, а по его милости и благоволению к нам, по его расположению. 2 Царств 15.26 А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот, я, пусть творит со мною, что ему благоугодно. Речь идет не о неверующих, сердца которых доступ к Духу Божию часто закрыт. Стих. Аргументы. Мнения людей. Ох, как часто временно и ложно. Ряд свидетельств вдруг начнет редеть, и свинью тебе в постель уложат. Худо, плохо, скверно на душе. Как припомнишь доводы свои же, от которых ты же стал мишенью, поражение замаячит ближе. Вам понятно, что хочу сказать? О доверии к словам библейским, мысли лишние рубить и отрезать, что не Божие, оно грядет в отместку. Все характеристики друг к другу, наши биографии и книги, в свете Библии метнутся прочь с испугу, словно птицы дикие от крика. Что не сходится с Евангелием Вечным, не находит подтверждения в нем, можешь не принять, признав у Вечным, грош цена базарным шумным днем. Помпа и ажиотаж канонизаций, судном в страшном дне по воскресенье, может ужасом, обманом оказаться, вовсе и не золотом, а сеном. Бог Всевышний и Егова сущий, слово вечное оставил в руководство, но традиции и предания тучи, тучи, церковь обескровили так просто. И куда ни глянь, повсюду ложь, в церкви, в государствах, во всем мире, ежечасно, беспросветно, сплошь, будто жили сотни лет без стирки. Боже, утверди авторитет Вечного Священного Писания. Для православных Библии редчайший раритет, а значит, наша жизнь распни, а не осанна. 17.9. Игнатий Лавкин. Вопрос 2309. 9.9. Знаете ли вы людей, имеющих чудодейственную веру? Ответ. Чтобы на глазах, как факиры, кудесничали, таких не было, и не хочу их видеть даже. Боюсь веру спасительную растерять. Но веру по молитве, чудо совершающую, это я и сам имею, и причем очень большую. Это видно из того, как часто мне звонят люди и лично, и в письмах просят помолиться. И что так у них и будет. Так и в моей жизни. Псалом 19.90.15. Воззовет ко мне и услыша его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Исайя 65.24. И будет прежде, нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Иеремия 29.12. И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. Матфея 9.29. Тогда он коснулся глаз их и сказал, поверье ваше да будет вам. Матфея 21.22. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. 1 Иоанна 3.22. 2 Исчего не попросим, получим от него, потому что соблюдаем заповедь его и делаем благоугодное пред ним. Венцы на головах. Каких их только нет. Из полевых цветов сплетается девчушкой. На брачующихся батюшкой одеты. И все-таки не эти наилучшие. Терновник растопорщился шипами. Не прикоснуться даже в рукавицах. Он популярен стал. И в этом вечно тайна. Услышав это, иудей скривится. Колючий уст. Греховная природа. В огне-то купина горит и не сгорает. Мне нелегко сознаться, что греху я продал. С Адамом вместе изгнан был из рая. Знакомый мой берет с двумя детьми. Неповоротливую, сахарную даму. Спал, не пободрствовал. Шипам теперь казнить. В молитве продремал и оказался в яме. Он окружен почти со всех сторон. Непослушанием пасынков остылых. В телесном и в духовном его поджег урон. Не только с фронта, но не прикрытый с тыла. Венчается с отчаянием в притык. С последствием от сладкой брачной ночи. Пусть слово Божие в павших укрепит. И соберет разорванное в клочья. И эту скорбь хлебать и пить прикуску. С молитвой и уютом всемиром. Во всем бы положиться на Иисуса. А иначе мы бы под венцом умрем. Венцы обещаны победу удержавшим. Они их снимут, сердцем осознав. К ногам Христа положат. Он устроитель жатвы. Но какова с талантами казна? Венчает дело достижения цели. Конечный результат на удивление. Молись, сверяй с Библией. Да сохранишься с целым. В домашней церкви главное колени. 3-й, 08-й, 04-й год. Вот так. Вопрос 2303. Как относиться сегодня к видениям? Какие видениям можно верить? Каким? Каким видениям можно верить? А каким нет? Ответ. Ты мысленно отвечай вот так. У меня тогда был отец Владимир Карелин. В Шадрино, кажется. Он приехал. И у меня он вывалил я здесь. Тысячи дверь, наверное, записок. И он на кровати залез с ногами. И сидит, перебирает. А на фанел печатает. А я беру, отобрал там штук 10. А он отбирает, какие ему понравились. И мне подсовывает. Ну, я ему на фанел даю. Он заголовок печатает. Вот вопрос. А ответ я вот так вот хожу. В это время меня трогать нельзя. Я весь там. Я в голове полностью Библию шевелю. Вот перекидываю, значит, на жития святых. На труды святых отцов. И каноны. Все. Нельзя трогать меня никак. Потому что я вдруг останавливаюсь тогда. И начинаю. А на чем мы кончили до этого-то? На канонах. Теперь мне заново надо выстраивать эту цепочку ответов-то. Это очень-очень непросто. А он сидит, эти записки дает. А когда закончили начитывать, уже вечер настал, я устал, страшен. Он и говорит. Вот я брал 10 вопросов. Ни на один правильно не ответил. Ни на один. Все. А что я могу на это сказать? Вот сегодня один сбросил. У нас снимали канон Андрея Критского. И там Володя снимал. И как кланяется, он за ними следом. И он рассказывает, видно, что понимает в этом деле. Говорит, что у вас все мещится где? Иван Суворов говорил об этом. Батюшка. Где надо и не надо. Ты заранее глазами гляди. И установи на штативе. Вот делал он последний раз хорошо. Медленно переведи. Ты знаешь, будут кланяться. Где кланяться? Ты знаешь. И потом медленно так же переведи. Ну, мотается туда-сюда. Говорит, это смотреть трудно. Ну, хуже, чем мои съемки-то нету. Я стараюсь ухватить там-тапа, перевести руки дрожатые и прочее. То есть, такие вот ответы, отвечать где-то сегодня вообще этого нет. Я не в недоумении, сделаю замечание или, как сказать, комментарии такие. Это неправильно. Люди привязываются к одному. А батюшка? Он такой батюшка. Он там батюшка. Батюшка, авторитет Иоанна Кронштадтского. За Бога стали считать. А о Бога-то и не знали. Если Бога знали, написано, не сотвори себе кумира. Ну, просто надо маленько-то глядеть в Слово Божие. Вот сейчас мы заканчиваем уже. Сколько там? Ну, почти уже готово. Ну, все. Теперь до следующего. Что-то устало, отдохну сейчас. Спасибо. Спасибо.